МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В порядке». В студии Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Пожар в доме поселка Славянка. Как сработали пожарные? Иностранный сухогруз горел. Причины ЧП. Сайперы, дайверы и не только нарушают правила безопасности пребывания на воде. 13 июня на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме в поселке Славянка Хасанского района. Оперативно на месте работали огнеборцы. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Звеном газа дымозащитная служба при помощи спасательных устройств из задымленных помещений по лестничным маршам было спасено 15 человек, из них 4 ребенка. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Также 16 июня в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 километрах южнее от города Находки произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в Порт Восточный. На борту судна находилось 24 члена экипажа. На месте происшествия работали спасатели. По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые были эвакуированы и госпитализированы в больницу города Находка. Пожар ликвидирован оперативными службами. За прошедшие выходные на водных объектах произошло 4 происшествия. В двух случаях помощь потребовалась компаниям на САП-досках, которых уносило в море в районе маяка Басаргина и в районе острова Шкота. Также помощь потребовалась женщине с ребенком, их уносило в море на надувном матрасе. Еще в одном случае сигнал о помощи поступил на службу 112. Двое мужчин перевернулись на весельной лодке типа каяк. 18 июня в районе маяка Токаревская кошка дайвер погрузился в воду и не вышел на поверхность. Незамедлительно на помощь были направлены спасатели МЧС России. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства обследовали акваторию Амурского залива на площади около 1500 квадратных метров. Пропавшего обнаружили рыбаки в понедельник утром в районе полуострова Песчаный на северо-западе Амурского залива и передали его бригаде скорой помощи. Все происшествия закончились благополучно. Спасатели быстро отреагировали на сигнал и оказали помощь бедствующим. Помните о правилах безопасности на водных объектах. Нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки. Категорически запрещается купаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Купание детей должно происходить только под контролем родителей. Оставление детей на водоемах без присмотра недопустимо. Отправляясь на водоем, важно учитывать погодные условия. Нельзя купаться в водоемах с сильным течением. Подводная охота, дайвинг, фридайвинг получили большое распространение в Приморском крае и превратились в своеобразный экстремальный вид спорта. Однако подобное занятие порой не обходится без происшествия и связано с опасностями. Чтобы любимое хобби приносило вам только радость и удовольствие, будьте осторожны и внимательны. Соблюдайте правила безопасности при управлении маломерным судном. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните на телефон пожарно-спасательной службы 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. Помните, ваша безопасность, ваша ответственность. Продолжение следует...